Всем привет! Вы на канале девайс и сегодня я расскажу о двух мощнейших конфигурациях с использованием видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090. Одна из них будет выполнена на базе процессора Intel, а вторая на основе решения AMD. В завершении видео я приведу таблицу с результатами сборок в играх в разрешении 4К, так что смотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте кликнуть по колокольчику, чтобы не пропустить новые материалы. Ссылки на все рассмотренные комплектующие по адекватным ценам под видео. Поскольку в обеих вариантах сегодняшних конфигураций будут использоваться топовые процессоры с высоким энергопотреблением и тепловыделением, а также другие производительные комплектующие, стоит обратить внимание на серьезные материнские платы, специально предназначенные для мощных разгоняемых систем. Именно к таким относится Asus ROG Strix Z490H Gaming. Эта модель стоит немалых денег, но зато сочетает в себе продуманное пассивное охлаждение ключевых элементов, включая подсистему питания, шикарный набор разъемов и широкий функционал. Нельзя не отметить и всесторонний контроль работы вентиляторов, как при помощи утилиты FanExpert 4, так и через UFI BIOS, а также отличный встроенный звук и 2,5-гигабитный сетевой интерфейс. Но главное – это расширенные возможности для оверклокинга и стабилизации работы системы в разогнанном состоянии. Причем имеются режимы как для новичков, так и для опытных пользователей. Плату ROG Strix в сочетании с фирменным софтом можно назвать не просто инновационной, а умной, даже умнее некоторых пользователей, по крайней мере тех, которые называют системный блок процессором и просят программистов переустановить им Windows. Кстати, у меня есть Telegram-канал, куда выкладываются только самые важные и интересные обзоры, топы и рейтинги, а также эксклюзивный контент для подписчиков. Ссылка будет под этим видео, переходите и подписывайтесь. 10 ядер и 20 потоков в настоящий момент явно избыточны для подавляющего большинства игр, но раз уж сегодня у нас сборки high-end класса с видеокартой за полторы с лишним тысячи долларов, то и процессоры должны соответствовать. Core i9-10850K отличается от флагманского 10900 только сотни МГц максимальной турбочастоты, а стоит ощутимо дешевле, поэтому я не вижу смысла переплачивать за ультимативный вариант. Вероятно, ощутимый процент выпускаемых процессоров не может стабильно работать на частоте 5,3 ГГц, но работает на 5,2, что и послужило причиной выхода данной модели. Другой вариант маркетинговый, и он предполагает, что выход Core i9-10850K вызван возросшей активностью AMD. Неважно, какая из версий правильная, главное, что этот камень все-таки появился на рынке и является отличным выбором для топовых геймерских конфигураций. При этом не стоит забывать, что тепловыделение рассматриваемого решения ничуть не ниже, чем у флагманского 10-ядерника, так что оптимально будет использовать суперкуллер или систему жидкостного охлаждения. В конфигурации AMD также будет использоваться весьма горячий и мощный процессор, так что предлагаю выбрать продвинутую материнскую плату с усиленной системой охлаждения, высоким запасом прочности и широким функционалом. Подойдет, к примеру, Gigabyte B550 Aorus Pro AC. Помимо двух M.2 разъемов для высокоскоростных твердотельных накопителей, она имеет на борту кучу USB-портов всех актуальных версий и достаточное количество 4-пиновых для подключения корпусных вентиляторов. Дополнительными преимуществами служат классные встроенные аудиоинтерфейсы, 2,5-гигабитный сетевой контроллер, а также поддержка Wi-Fi и Bluetooth из коробки без задействования сторонних адаптеров. Впрочем, как обычно, все это приятные, но необязательные бонусы. Главным же свойством данной материнской платы, за которой она и была выбрана, является ее возможность беспроблемно работать с топовыми процессорами AMD, отличающимися высоким тепловыделением. AMD Ryzen 9 5900X – это флагманский 12-ядерный 24-поточный процессор нового поколения Zen 3, в котором были исправлены многие проблемы предыдущих серий, включая скорость межъядерного взаимодействия. В результате этой и других оптимизаций показатель, выполняемых за такт инструкции по сравнению с Zen 2, вырос аж на 19%. Это можно считать настоящим прорывом. Инженеры AMD продолжили работать над устранением узких мест первоначального дизайна, и на этот раз получилось весьма эффективно. Выросли и рабочие частоты. В однопоточной нагрузке процессор может работать на 4,9 ГГц, что выше указанного в спецификациях. Полная же многопоточная нагрузка заставляет алгоритм Precision Boost 2 понизить частоту до 4,4 ГГц, разумеется, если отсутствуют признаки перегрева. Напоследок о главном. В рабочих приложениях с многопоточной хорошо распараллеливаемой нагрузкой 12-ядерный Ryzen 9 5900X оказывается быстрее, чем Core i9-10900K в среднем на 25-30%. Впечатляющий отрыв, позволяющий заключить, что процессоры Zen 3 – оптимальный выбор для любительской и профессиональной работы с цифровым контентом, существующий в рамках массового сегмента. Исправленные проблемы с игровой производительностью теперь примерно в половине проектов 5900X обходит 10-ядерники Intel, пусть и ненамного. Вот чего ждали геймеры на протяжении трех долгих лет. Суперкулер Noctua NH-D15 в особом представлении не нуждается. Именно с этим культовым уже решением, как правило, сравниваются в обзорах другие воздушные системы охлаждения. Разделенный на две секции массивный радиатор, два мощных и при этом малошумных вентилятора, шесть степловых трубок, идеально отполированное основание и богатый комплект поставки – таков этот кулер. По эффективности отвода тепла он обходит многие необслуживаемые системы жидкостного охлаждения. Хотя, конечно, не все, условные NZXT Kraken X62 или X63 все-таки лучшие, я порекомендовал бы для сегодняшних сборок именно их, но вмешались два фактора. Во-первых, их стало сложно найти в продаже, а во-вторых, монтаж воздушного кулера все-таки проще, чем установка системы жидкостного охлаждения даже необслуживаемой. Впрочем, беспокоиться не о чем. Noctua NH-D15 – это действительно эталон среди воздушных охладителей, и он справится с обоими процессорами даже в режиме разгона, если циркуляция воздушных потоков внутри системного блока организована грамотно. Как и для других топовых конфигураций, предлагаю использовать два 16-гиговых модуля оперативной памяти с тактовой частотой не менее 3600 МГц и сравнительно невысокими таймингами. Подойдут, к примеру, хорошо известные геймерам планки Crucial Ballistics RGB, оснащенные радиаторами и подсветкой, и основанные на качественных чипах Micron E-Di, часто поддающихся дальнейшему разгону. Только если собираете систему на AMD, не забывайте про шину Infinity Fabric и необходимость синхронизации ее работы с памятью. Гнать планки выше определенного предела, который обычно составляет около 3733 МГц, и для отдельных экземпляров процессоров достигает 4 ГГц. Нет смысла. Производительность не просто перестанет расти, а начнет снижаться. Впрочем, модули Crucial Ballistics в двухканальном режиме достаточно быстры и на 3600 МГц. Дальнейший оверклокинг может дать более высокие цифры в бенчмарках, но в играх вы вряд ли заметите разницу. Подписчики канала Девайс из числа старожилов могут поворчать в комментариях, что Samsung 970 EVO+, как и другие твердотельные накопители этой компании, мелькают в видео слишком часто. Но что поделать, если эти решения настолько хороши? Превосходные скоростные показатели, шикарный ресурс перезаписи на практике в разы, а порой в десятки раз выше заявленного. Собственный контроллер и память и отличная софтовая поддержка явно выделяют модели Samsung из общей массы. И пусть топовые устройства южнокорейской фирмы стоят немного дороже условного Crucial или Kingston, они действительно стоят переплаты, предлагая флагманский уровень производительности. Система, программы и локации в играх будут грузиться максимально быстро. Тем же пользователям, которые предпочитают не удалять игры после прохождения и которым терабайта будет мало, предлагаю взять сразу два таких SSD, либо обратить внимание на 2 терабайтник той же серии. Емкий жесткий диск в настоящее время нужен уже не каждому пользователю. Но если вы из тех людей, которые собирают собственную коллекцию видео, фотографии и музыки, обратите внимание на серию Western Digital Red. Да, наиболее объемные модели обладают гелиевым наполнением, к которому компьютерное сообщество поначалу относилось с недоверием, но время показало, что надежность таких HDD не уступает надежности традиционных, а возможно и превосходит ее. Можно рассмотреть и альтернативные варианты, но главная моя рекомендация, выбирайте жесткие диски, позиционирующиеся производителем как рассчитанные на круглосуточную работу, а не на 8 часов в день, а не более надежны. Nvidia GeForce RTX 3090 – это предмет зависти любого геймера, флагманский графический ускоритель, производительности которого с лихвой хватит, чтобы справиться с любой игрой, а если уж взглянуть на 24 гигабайта быстрой GDDR6X видеопамяти, в настоящий момент они явно избыточны для любых задач, связанных с геймингом. Впрочем, RTX 3090 можно использовать и как рабочий инструмент. Она показывает превосходные результаты в 3D-моделировании, кодировании видео, машинном обучении и других сценариях использования, связанных с созданием и редактированием цифрового контента. Но вернемся к играм. Несмотря на впечатляющую мощь 3090, использование DLSS-масштабирования все равно не избежать. Если вы хотите получить в тяжелых ресурсоемких проектах, все и сразу. 4К разрешение, полные ультра-настройки, трассировка лучей и 60 плюс кадров в секунду. К счастью, в современной своей итерации эта технология работает практически безупречно, и она наверняка обосновалась в играх надолго, так что будет и дальше совершенствоваться. Минусы же RTX 3090 очевидны и присущи всем топовым графическим ускорителям. Это высокое энергопотребление и тепловыделение, а также недоступная для большинства геймеров цена. Zalman ARX850W – это мощный 850-ваттный блок питания с выдающимся КПД, соответствующим сертификату 80 плюс платином, высокой стабильностью напряжений и полным набором необходимых защит. За надежность решения можно не беспокоиться, платиновый сертификат сам по себе гарантирует использование качественной элементной базы, поскольку выполнить требования, необходимые для его получения, не так-то уж просто. Дополнительными преимуществами рассматриваемого залмановского БП служат полностью модульная конструкция с отстегивающимися кабелями и расширенный набор разъемов, избыточный даже для столь производительных конфигураций, как те, которым посвящено данное видео. Проктал Дизайн Дефайн 7 – просторный продуваемый корпус от хорошо известный компьютерщиком шведской компании, в котором можно легко и удобно разместить даже наиболее габаритные и горячие комплектующие. Кейс можно охарактеризовать как современный и отлично продуманный с инженерной и дизайнерской точек зрения, а также обладающий всем необходимым потенциалом для создания в нем топовых игровых и рабочих конфигураций. Да, с завода он обладает только тремя 140-миллиметровыми вентиляторами, так что в некоторых случаях желательно добавить еще один или даже парочку, но посадочных мест для вертушек целых 9, так что никаких проблем с этим не возникнет. Разумеется, поддерживаются и системы жидкостного охлаждения процессора, причем не только необслуживаемые, но и кастомные. Но, пожалуй, главным плюсом шасси является качественное охлаждение компонентов в сочетании с хорошей шумоизоляцией. Обычно приходится выбирать из этого что-то одно. Как правило, видеокарты уровня RTX 3090 приобретаются либо для профессиональной деятельности, либо для гейминга в разрешении не ниже Quad HD, чаще всего даже в 4К, поэтому результаты тестирования будут приведены именно для последнего режима. Трассировка лучей отключена, но отключено и DLSS масштабирование, так что нагрузка на графический ускоритель будет честной. Во всех играх при использовании любого из двух процессоров средняя частота кадров превышает 60, что означает, что разрешение 4К наконец-то стало полностью играбельным без технологий масштабирования, пусть и при отключенной трассировке лучей. Однако примечательно, что в Assassin's Creed Odyssey разница между RTX 3080 и RTX 3090 составила всего несколько процентов, вероятно, дело в плохой оптимизации игры или драйверов. В остальных проектах рост частоты кадров гораздо более внушительный. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и кликните по подписке и колокольчику, этим вы очень поможете развитию канала Девайс. Оставайтесь с нами, скоро выходят новые топы, рейтинги, обзоры, сравнения и подборки. Ссылки на все разобранное железо по адекватным ценам вы сможете найти в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч!